Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл бесед по книге-притче Соломоновых для библейского портала экзегет.ру. Напоминаю, что читаем мы два текста. Мы читаем перевод профессора Юнгерова, который был сделан с греческого, который называется «септуагинта». И мы сравниваем его с современным синодальным переводом, который был сделан с еврейского. И значимые расхождения мы сравниваем, находим в этом нечто интересное. Итак, «Гнев губит и разумных, а кроткий ответ отвращает гнев. Но оскорбительное слово возбуждает ярость. Язык мудрых разумеет доброе, у стажа неразумных возвещает худое. На всяком месте очи Господни видят злых и добрых. Врачующий язык – древо жизни, и охраняющий его исполнится духа. Неразумный глумится над наставлением Отца, кто сохраняет заповеди, тот самый благоразумный. В обилии правды – великая сила, а нечестивые с корнем истребятся от земли». Главное содержание этой первой части – речь идет о гневе и о кротости, о том, как человек может себя вести в общении с другим человеком. И вот интересно, что одним из таких частых эпитетов, которые употребляет Соломон, говоря о праведном человеке, это «разумный». Многократно мы можем и в прежних главах, и в будущих найти такой призыв приобретать разум, быть разумным, рассудительным, премудрым. Но здесь вот эта глава, первый стих начинается именно с того, что Соломон подчеркивает «гнев губит и разумных». То есть можно быть разумным, можно понимать, для чего ты живешь, как ты живешь, и при этом очевидным образом погибнуть. Потому что если ты гневаешься, то в каком-то смысле, конечно, гнев, он застит глаза человека и лишает его разума. А кроткий ответ отвращает гнев. И здесь, конечно же, кроткий ответ, то есть речь идет о том, что человек, который воспринимает гнев, на которого гневаются, если он кротко отвечает, то гнев другого человека усмиряется. Это, ну, напротив, оскорбительное слово возбуждает ярость. Вот действительно многократно замечено с разными людьми, и об этом много написано в том числе, что человек, который кротко воспринимает научение, которое ему дается, или даже какое-то указание, или какое-то обвинение, если он кротко это воспринимает, если он знает меру, свое место, свою ответственность, если он принимает обличение как должное, или, по крайней мере, пытается извлечь из него нечто разумное, и отвечает кротко, то другой человек видит, что здесь дело не в гневе, не в ярости, не надо никому ничего доказывать. Вот человек, которого ты обличаешь, он и так тебя слышит. И этот самый гнев, эта ярость сразу сменяются милостью. Мы очень часто в ответ, ориентируясь скорее на свою собственную гордость, на тщеславие, на ощущение собственной правоты, начинаем спорить, и этим только увеличиваем количество гнева и ярости. В то же время, по слову Соломона, действительно, это очень важно помнить, кроткий ответ отвращает гнев. Язык мудрых разумеет доброе, уста же неразумных возвещают худое. Вот интересно, что, ну, если слово «разумеет», язык мудрых разумеет доброе, скорее, говорит о некотором внутреннем процессе, то «уста неразумных возвещают худое», говорят о том, что человек неразумный и чаще говорит о плохом, чем о хорошем. Другому человеку далеко не всегда приятно бывает, а чаще всего, если человек порядочный и старающийся жить праведной жизнью, неприятно слышать худое. То есть неприятно слышать плохое ни о человеке, ни о ситуации, ни о стране, ни о ком бы то или о чем бы то ни было. И очень важно христианам не становиться зловестниками. Христиане — благовестники, они говорят о Евангелии, говорят о Христе, и если даже они говорят о другом человеке, они стараются увидеть в нем доброе. Человек, который про другого говорит злое, человек, который говорит злое про другую страну, про какую-то ситуацию, про группу людей, он никогда не производит хорошего впечатления и наоборот показывает, что сердце его исполнено совершенно не того содержания. Поэтому, если мы хотим быть разумными, мы должны разуметь доброе слово и возвещать доброе слово. Вот четвертый стих отличается несколько в синодальном переводе и в переводе Юнгерова. В синодальном переводе он звучит так. «Кроткий язык — древо жизни, но не обузданный сокрушение духа». У Юнгерова по-другому. «Врачующий язык — древо жизни, и охраняющий его исполняется духа». Врачующий язык. Вот действительно, очень интересно и тонко подмечено, что кроткий язык, каким он называется здесь в синодальном переводе, это язык врачующие отношения, это язык, который помогает нам уврачевать те раны, которые мы создаем. Вот он — древо жизни. Древо жизни — это библейский образ, который означает жизнь, жизнь совместную с Богом, жизнь вечную. И вот врачующий язык — это древо жизни. То есть он продлевает жизнь не только нашу, он продлевает жизнь наших отношений, нашего сообщества. Далее. «Неразумный глумится над наставлением Отца, а кто сохраняет заповеди, тот самый благоразумный. В обилии правды — великая сила, а нечестивые с корнем истребятся из земли». Ну, действительно, обилие правды, то есть это когда жизнь человека наполнена праведными поступками, когда он стремится соответствовать воле Божией, потому что праведник, он называется праведником, потому что исполняет правду Божию, исполняет волю Божию о себе, а нечестивые с корнем истребятся из земли. Действительно, мы тут замечаем, что речь Соломона, несмотря на то, что он царь, нередко употребляет такие вполне народные выражения, потому что царь, может быть, не так сильно и отличался какой-то своей жизнью. Мы видим, например, что у ветхозаветных царств, царей могли быть свои поля, могли быть свои виноградники, они могли торговаться и покупать землю у своих соотечественников, сограждан. Так и здесь вот Соломон употребляет очень сильный и красивый, такой интересный и сельскохозяйственный пример, когда он говорит, что нечестивые с корнем истребятся из земли, то есть буквально будут вырваны так, что даже следа от них не останется. И далее. «В домах праведных великая сила, плоды нечестивых погибают. Уста мудрых связуются знанием, сердца же неразумных нетвердые». Вот этот седьмой стих очень интересен. «Уста мудрых связуются знанием». Если мы посмотрим на образ сердца в Ветхом Завете, мы увидим, что сердце человека является вместилищем очень многих явлений внутренней жизни. Это и вместилище воли, и вместилище сознания, вместилище совести, вместилище разных эмоций. Сердце ревнует, сердце любит, сердце желает, сердце ненавидит и, наоборот, благословляет. И вот это человеческое сердце оказывается непостоянным в своих путях. Не случайно у пророков часто упоминаются язычники или какие-нибудь грешники, которым Бог позволяет жить по велению их грешного сердца. Или, наоборот, сердце может убеждать человека в чем-то, буквально настаивать на собственной правоте. И вот этот седьмой стих говорит о том, что «уста мудрых связуются знанием». То есть человек, который знает, как жить, и руководствуется знанием, его сердца связуются этим знанием. Не сердца, а уста связуются этим знанием. То есть он говорит только то, что должен говорить, только то, что подсказывает ему не его метущееся сердце, а господствующий над этим сердцем ум или дух. В то же время сердца неразумных не твердые. Сердца неразумных не связуются вот этим господствующим положением ума, господствующим положением духа, а ум и дух для святоотеческой традиции — это синонимы. Так вот, если сердце неразумного не сдерживается этим самым умом или духом, то в таком случае путь их оказывается не тверд. «Жертвы нечестивых — мерзость перед Господом, молитвы же праведных приятны ему. Мерзость перед Господом — пути нечестивых, а ищущих правды он любит». Тоже очень интересная мысль. С одной стороны, Соломон пытается подчеркнуть, что дело, когда мы приносим жертву Богу, далеко не только в том, чтобы ее принести, что все зависит от состояния нашего сердца, все зависит от того, насколько мы стремимся к подлинной праведности, потому что жертва нечестивого Богу неприятна. Но есть еще один нюанс. Вот девятый стих «мерзость перед Господом — путь нечестивых». То есть речь идет о самой жизни нечестивых. Она — мерзость перед Господом. «А ищущих правды он любит, но любит он самих людей». Вот если бы уравновесить, сделать синонимичными эти фразы, схожими, то было бы так, «мерзость перед Господом — не ищущий правды, нечестивый». Но, вот интересно, что здесь никогда не говорится в Писании, что Бог ненавидит самих грешников. Он может ненавидеть их путь, он может ненавидеть их выбор, он может ненавидеть грех. Вот так и здесь «мерзость перед Господом — пути нечестивых». А праведных он любит. То есть праведные испытывают на себе его любовь. И далее. Вот указанное знание Богом в сердце человека, конечно, предполагает и то некоторое благодатное ощущение, которое Бог человеку посылает. Либо, наоборот, если человек оказывается не сроден Богу, если он оказывается, допустим, печальным или грешным, или каким-то недолжным, то и лицо его делается унылым. И вот это тоже довольно часто встречающаяся мысль, что невоспитанный не любит обличающих его. И с мудрями он не побеседует. Человек, который воспитан, что значит «воспитан»? То есть научен правильно себя вести. Само воспитание предполагает, что человек учится прислушиваться к мнению других людей. Что человек открыт не только по хвале, но и критике. Что человек желает жить некоторой правильной жизнью. Он понимает, что одно дело состояние его сердца, его собственные желания, и другое дело должное и недолжное. И вот невоспитанный, он не любит этого. То есть его сердце, как раз то, о чем мы говорили, оно приучено, приучило само себя к тому, чтобы жить своим эмоциям, своими страстями. И вот оно метущееся, и как только этому метущемуся сердцу, сердцу, которое не постоянно и не твердо делается определенное замечание, оно призывается к правильному пути, это сердце тут же возмущается, смущается, оно тут же высказывает эту нелюбовь к обличениям. Далее. «Правое сердце ищет знания. Уста невоспитанных научаются злому. Во всякое время глаза злых устремлены на злое, а добрые всегда покойны. Лучше немногое со страхом Господнем, нежели большие сокровища без страха Господня». Вот это правое сердце, которое ищет знания. Мы говорили уже о роли знания для Соломона. И сердце, которое стремится к праведности, то есть сердце, которое обуздывает свои страсти, сердце, которое держит себя, сердце человека, который держит себя в руках, да, вот оно ищет знания. А невоспитанный, то есть человек, который не приучается к внутренней собственной дисциплине, он научается злому. Ну и далее, 15 стих, он отличается несколько от того, что мы встречаем в синодальном переводе. Итак, здесь он звучит следующим образом. «Во всякое время глаза злых устремлены на злое, а добрые всегда покойны». Здесь же сказано следующее. «Все дни несчастного печальны, а у кого сердце весело, у того всегда пир». Мы видим, что совершенно другой текст. Возможно, он как-то когда-то в древности еще разошелся. Так что в греческом... То есть здесь даже речь не о нюансах, речь просто о том, что содержание иное. Но мне кажется, интереснее как раз греческий текст. Так бывает иногда, что и еврейский текст оказывается более глубоким и интересным. Но в данном случае интереснее обратиться к переводу Юнгерова, греческому тексту. «Во всякое время глаза злых устремлены на злое». Вот действительно, можно задуматься, разве может быть человек, которому хочется зла, разве может быть человек, который стремится к злу. Но оказывается, может. Оказывается, действительно, существуют люди, которые буквально все время искренне, со всем желанием стремятся к злу. И добрые, напротив, да, Соломон говорит, всегда покойные. Человек, который стремится к добру, сердце его спокойно. Сердце его благоденствует в присутствии Божьей благодати. Поэтому и говорится, лучше немногое со страхом Господним, то есть в присутствии Бога, нежели сокровище, но без страха Господня. Далее. «Лучше угощение из зелени с любовью и лаской, нежели мясное кушание с враждою». Еврейский текст несколько иначе передает эту мысль. «Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть». Но мысль, конечно, понятна та же. Итак, 18 стих. «Вспыльчивый человек устрояет распри, а долготерпеливый и возникающую укращает. Долготерпеливый угошает раздоры, а нечестивый еще более возбуждает их». Очень интересная, в принципе, понятная мысль, но надо на ней остановиться. Вспыльчивый человек является источником распри. То есть возникает некоторое ощущение, что ему чего-то не хватает, если он эту распри не устроил. Его вспыльчивость, его греховная страсть, которая ищет выхода, не реализуется. И поэтому он сам устраивает эту самую распри, эти раздоры. Напротив, долготерпеливый и возникающую укращает. То есть он не только сам по себе не является источником распри, он еще и укращает те, которые возникают из-за вспыльчивости других. Вот когда Христос говорит, что наше поведение влияет на поведение других людей, в том числе и вот об этом идет речь. То есть человек, который долго терпит, который, как мы говорили в начале, кроток, он укращает и усмиряет людей, которые живут злом вокруг него. Далее. «Пути праздных усланы тернием, а прилежных углажены. Мудрый сын веселит отца, а глупый сын оскорбляет мать свою». Ну, конечно же, здесь речь не идет о том, что мудрый сын веселит только отца, а глупый оскорбляет только мать свою. То есть здесь есть некоторая такая своеобразная поэтика ветхозаветная, которая предполагает, что мудрый сын веселит родителей, и глупый, наоборот, оскорбляет мать свою. Причем речь, вероятно, идет не столько об оскорблении, как об обзывании, скажем, да, употреблении какого-то бранного слова. Вот само слово «оскорбление» предполагает скорбь. То есть мать, здесь мудрый сын веселит отца, а мать скорбит. Поэтому слово «оскорбление» здесь лучше понять как приведение в скорбь некоторую внутреннюю. Далее. «Стези глупого лишены смысла, а разумный муж ходит прямую дорогу». Вот этот стих отличается, как и два последующих, в синодальном переводе и в переводе Юнгерову. Здесь говорится так. «Глупость — радость для малоумного, а человек разумный идет прямую дорогу». Но перевод Юнгерова оказывается несколько интереснее. «Пути» или «стези глупого лишены смысла». То есть дело не только в том, что праведник радуется, а грешник печалится. Действительно, пути грешника оказываются лишены смысла. И мы можем заметить, и очень часто в разговорах, даже если мы, тем более, специальные эти разговоры попробуем завести, что грешник очень редко что-то адекватное может и глубокое, и правильное сказать о смысле своей жизни. Например, человек неверующий, для него вообще подлинного, настоящего, глубокого смысла в жизни нет, потому что вся его жизнь оказывается результатом случайности. Вот так просто развивается Земля, развивается человеческая история, что он пришел в мир. Никакого промысла, никакого призыва Божьего, никакой глубины в истории, в жизни народов, его личной жизни не существует. Есть просто цепь случайности, и вот он возник, и почему-то ему надо жить. И вот действительно, слова Соломона, они в этом смысле очень глубоко подмечают. Стези глупого лишены смысла. Для Соломона грешник, неверный, это не просто некоторое состояние, это действительно некоторый выбор, что ли. Стези глупого, то есть человека, который выбирает глупость, выбирает неправедную жизнь. Вот они, эти стези, лишены смысла. И далее. «Пренебрегают рассуждениями неуважающие собраний, а в сердцах советующихся совет пребывает, не послушает его злой и не скажет чего-либо полезного и хорошего для общества». Эти два стиха, как мы сказали, тоже отличаются. «Без совета предприятие расстроится, а при множестве советников они состоятся. Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя». Тоже видим, что если 22 стих еще совпадает несколько по значению, то 23 просто отличается по содержанию. Но обратимся к смыслу самого, самих слов. «Пренебрегают рассуждениями неуважающие собрания, а в сердцах советующихся совет пребывает». Вот эта мысль, которую нередко Соломон по-разному своему сыну сообщает, необходимо советоваться с мудрыми людьми, необходимо иметь некоторое общее мнение. Ветхий Завет — это культура общественная, это культура народа. Весь народ оказывается в завете с Богом. Нет каких-то отдельных святых и грешников. Но от самой разницы перейдем к содержанию. «Пренебрегают рассуждениями неуважающие собрания, а в сердцах советующих совет пребывает». Вот этот постоянный акцент, который делает Соломон на советах, на том, что необходимо советоваться с мудрыми. Действительно, ветхозаветная культура — это культура общественная, это культура общества, которое все находится в завете с Богом, культура народа святого. Здесь нет представлений о каком-то отдельном избранном человеке, который правее всех остальных. Пророк возвращает заблудившееся сообщество, которое все к тому, чтобы всем быть в святости Божьей, пребывать в этом самом завете. То есть если народ заблуждается, тогда Бог посылает пророка для того, чтобы народ вернуть. Но весь народ призван к святости, весь народ призван к тому, чтобы искать мудрости. И поэтому Соломон призывает все время советоваться. Соломон говорит, что спасение во многом совете, или как здесь пренебрегают рассуждениями неуважающие собрания, а в сердцах советующихся совет пребывает. Вот действительно, вот этот совет, как некоторое общественное рассуждение, рассуждение святых, как лучше и как праведнее поступить. Злой не слушается его, и сам не говорит ничего полезного и хорошего для общества. Далее, пути жизни, помышления разумного, чтобы уклониться от ада и спастись. Дома надменных разоряет Господь, а между вдовицы укрепляет. Мерзость перед Господом, помысел неправедный, а слова непорочных святы. Вот здесь тоже, конечно, многократно уже выраженная идея, которую Соломон в данном случае облекает в следующие слова. Дома надменных разоряет Господь. То есть человек, который живет не по правде, начинает противиться Богу. И богатство, да, то есть дома, дом как образ богатства, таких людей разоряет Господь. Ну, разоряет в каком смысле? Не в том смысле, что он специально приводит человека к бедности, приводит человека к страданию. Речь о том, что человек надменный сам своей жизнью уходит от Бога, и поэтому дом его разоряется. Межу вдовицы Господь укрепляет. Вот действительно очень часто тоже мы встречаем эту мысль, что если человеку не на кого надеяться, он надеется на Бога, а вообще всем, конечно, надо надеяться на Бога, но особенно вдовица, то есть образ такой, да, женщины, у которой нет того, кто поддержит ее, нет мужа. И тогда этим самым защитником выступает сам Господь. Далее. «Принимающий подарки губит себя, а ненавидящий подарки спасется. Милостынями и верностью ощущаются грехи, а страхом Господнем всякий уклоняется от зла». Вот эта мысль про подарки, она может удивить. Ну что тут такого плохого, когда речь идет о подарках? У нас есть праздники, на эти праздники мы получаем подарки, мы сами дарим подарки другим людям. Такова наша культура сегодня, в этом нет ничего плохого, если подарки хороши. Но, конечно же, Соломон говорит о другом. «Принимающий подарки для него, и это неоднократно упоминается в книге притчи, это тот, кто подарки принимает за что-то, то есть кто, ну скажем, судья, который собрался судить, да, и он берет взятку. То есть для Соломона взятка и подарок – это практически одно и то же. Поэтому принимающий подарки губит себя, то есть принимающий взятки. Ненавидящий подарки, то есть взятки, спасется. И дальше милостынями и верностью очищаются грехи. Очень интересная мысль. Очень глубокая и для нас несколько необычная, потому что мы, хотя и слышим ее, вроде бы она такая благочестивая, но если мы зададим себе сами вопрос, каким образом очищаются грехи, то для нас сегодня в нашей культуре православной очищаются грехи только через таинство покаяния, через исповедь. Но в ветхозаветной культуре и в новозаветной культуре и даже в культуре первого тысячелетия уже по Рождестве Христовом Церковь знала разные пути очищения от греха. В том числе, это отдельный долгий разговор, конечно, но в том числе, милостыня и верность Богу очищают грехи. Соломон прямо об этом говорит. Сердца праведных поучаются верности, а уста нечестивых изрекают зло. Приятны перед Господом пути людей праведных, через них и враги делаются друзьями. Очень интересная мысль. Если люди враждуют, но сами перед лицом Божиим стремятся к праведности и идут по пути праведности, то их пути сойдутся, и их праведность объединит их, а не примиряться в итоге. Очень интересно. Далее. Далеко отстоит Бог от нечестивых, а молитвы праведных слышит. Лучше малое получение с правдой, чем большие прибытки с неправдой. Сердце мужа допомышляет о праведном, чтобы от Бога исправились стопы его. Глаз видящий хорошее веселит сердце, добрая весть уточняет кости. 29-30 стихи отличаются в псинодальном переводе. Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит. 29 стих. Вот что значит молитву праведников слышит? Молитва праведника слышится Богом так же, как и молитва грешника, потому что Бог вообще все знает и все слышит. Он знает содержание нашего сердца. И уж, конечно же, если он знает даже то, чего мы не хотели бы ему рассказывать, какие-то внутренние мысли грешные, и он все равно знает их. Естественно, для нас это очевидно, что и молитва грешника, которую он произносит вслух, которая обращается к Богу, он тоже ее слышит, эту молитву. Другое дело, что грешник сам своими грехами не позволяет Богу участвовать в его жизни. А раз не позволяет Богу участвовать в его жизни, то, соответственно, и плоды молитвы в его жизни не входят, не реализуются в ней. Молитва оказывается пустой. Молитва грешника. И далее 30 стих. Светлый взгляд радует сердце, добрая весть уточняет кости. А вот в переводе Юнгерова «Глаз, видящий хорошее, веселит сердце». Вот светлый глаз, да, и глаз, видящий хорошее. Глаз, видящий хорошее, это не просто светлый глаз, в смысле, вот он, да, вот, можно сказать о цвете глаз, который светлый, да, или можно сказать, например, о том, что это глаз, который видит свет. Здесь глаз, видящий хорошее, то есть именно нравственный оттенок такой. Человек, который видит во всем доброе, стремится во всем видеть доброе, во всех стремится делать акцент в первую очередь на чем-то добром, этот глаз веселит сердце. И напротив, человек, который видит злое и не стремится избавиться от этой привычки, он в итоге приходит к унынию и погибает. Вот у одного из святых уже нашего времени было даже целое такое рассуждение о том, что он считал, что если каждый день стремится подмечать доброе что-то о мире, то многое в твоей жизни, собственно, исправится, вплоть до того, что ты начнешь лучше себя чувствовать, если ты возьмешь себе за правило смотреть на мир добрыми глазами. Это очень глубокая и верная мысль, и всем можно пожелать этого пути. Далее, внимательный к обличениям жизни водвориться среди мудрых. «Кто отвергает наставление, тот ненавидит себя, а внимательный к обличениям любит свою душу. Страх Господень, наставление и мудрость, и начало славы будет соответствовать ей, и смиренным будет предшествовать слава». 32 стих отличается, и он звучит здесь так. «Отвергающий наставление не радеет о своей душе». А в переводе Юнгерова «кто отвергает наставление, тот ненавидит себя». Немножко разные вещи, да, не радеть о своей душе и ненавидеть себя. Кажется, никто себя не ненавидит. Даже те, кто не радеет о душе своей, все равно ощущают, что они любят себя, стремятся к тому, чтобы им было хорошо. Но Соломон подчеркивает некоторую глубинную вещь, глубинную нелюбовь к себе. Человек, который не заботится о своем духовном состоянии, ему кажется, что он любит себя, идя на поводу собственных страстей. Но на самом деле это нельзя назвать любовью, потому что любит себя тот, кто исправляется, любит себя тот, кто идет к спасению. А тот, кто не идет к спасению, тот любит не себя, тот любит свои собственные страсти. Но это не одно и то же. Дай Бог нам действительно разобраться в том, что такое подлинная любовь к себе, и этой подлинной любовью к себе исправлять собственную жизнь. Всего доброго! Храни вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok